Всем привет! Я снова появился в начале нашего подкаста, чтобы сказать парочку добрых слов о том, что вы сейчас увидите. Дело в том, что этот подкаст мы писали еще в середине апреля. Но так вышло, что некоторые темы, когда она показалась более яркими и более, скажем так, сиюминутными на тот момент, более важными, заставили нас, так сказать, отложить уже записанную беседу и перейти на другую тему. Вот сегодня, доставаясь полок, потерял, который, по моему мнению, нисколько не постарел, да он и не может постареть. Он, потому что, ну не то чтобы вечен, ну точно, как это сказать даже, по крайней мере он не сиюминутен. Он не устареет еще, думаю, не один год. Поэтому, доставая его из полок, отрехивая пыль и обдувая, скажем так, все его уголки, я вот, находясь вдалеке от Москвы, находясь вдалеке от Москвы, решил собрать его и вынести на ваш суд. Итак, встречаем сегодняшнюю тему о якобы вреде мобильных телефонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Мы тут сегодня в маленькой необычной атмосфере. Вы совсем должны быть. Да, мы сбежали, мы сбежали, сбежали из кафе. Захотелось нам интима, мы пошли на кухню. Да. Да, пошли мы на кухню, от всего народу подальше. А говорить мы будем сегодня опять на медицинские темы. Отвели душу, отвели душу в прошлый раз. И домой. И домой, да, и домой. К силе. Милиции, ну, психику, психику, идиотизм. Идиотизм, патанатомию. Да, 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 патанатомию. Патанатомию надо обязательно. Да, это святое, да. Вот. И я, собственно говоря, сегодня хотел о какой-то теме поговорить. Тут буквально давеча в блоге Эльдара Муртазина прозвучала тема о том, что некий институт связи пытается пробивать тему такую в России о борьбе с сотовыми телефонами, что они вредны страшно и так далее. А так как эта тема у нас была в планах, нас давно уже просили поговорить на тему вредности или невредности мобильной связи, мобильных телефонов таковых. Вот я, собственно говоря, и прижал доктора Хиефица. В угол. В угол, да, вот этот кухонный угол, кухонный угол. Да. Вот. И я прижал его буквально к кухонной стенке. Вот у меня мобильный. Ой, у меня их несколько, они все... В кармане всегда он лежит у меня. Да, да, да. Поэтому мы сегодня будем добытываться от доктора Хиефица и его мнения. Да. Сразу же оговоримся, что мы не являемся жуткими специалистами, он хоть и доктор, но... Я нет, я вообще ничего не понимаю. Да, я тоже не специалист. Нет, ты-то разбираешься. У тебя в блоге написано было, какие телефоны покупать. Ой, я... Ты что-то тестировал. Ну, это все ерунда на самом деле. Вот тут есть люди, которые получше разбираются. Ну, вот, так они нам напишут, если мы что-то не то скажем. Да, 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 да. Я, в принципе, хочу узнать точку зрения доктора на тему, вредно это или не вредно. Да. Точка зрения доктора сводится, во-первых, к тому, что вредны или не вредны сотовые телефоны в России установить не удастся. Не удастся, да. Ни в институте связи, ни в институте внебрачной связи, ни в каком-либо другом институте. Потому что я глубоко убежден в том, что соответствующей аппаратуры для проведения соответствующих корректных исследований у нас нет. Это первое. Ну да, кстати, об этом Альдар Балтазин писал. Конечно. А институт, тем не менее, берется делать какие-то выводы. А это я сейчас скажу отдельно. Давай, давай, давай. Второе, чего у нас нет. У нас нет технологии проведения подобных экспериментов, которые называются двойной слепой метод. Да, знаешь, что такое? Не, не знаю, скажи. Когда в первой группе, это правда касается не мобильных телефонов и лекарств, медицинских аппаратов, но тем не менее, когда в первой группе люди лечатся традиционными методами, во второй группе традиционными методами плюс теми, которые мы испытываем, в третьей группе только теми, которыми мы испытываем, в четвертой группе только теми, которые мы испытываем, но при этом больные не знают, что аппарат отключен или лекарство плацебо, а в пятой группе и врач не знает, что аппарат отключен или лекарство является процентом. Ну, кстати, я это знал, но не знал, что это называется. Это называется двойной слепой контроль. Так вот, у нас нет методики подобной, она просто не внедрена в наших учреждениях, мы не умеем это делать. Поэтому отечественных результатов, корректных, на тему о том, вредны или не вредны сотовые телефоны, мы получить не сможем. Это первое. Теперь, что касается института связи, который что-то пытается сделать. После истории с господином Петриком и господином Грызловым, я не удивляюсь ничему. Если завтра институт ветеринарии и грызловства выпустит огромный том исследований на тему, насколько быстро вращается наша галактика в сфере, так сказать, общего космоса, я совершенно не удивлюсь. Потому что сейчас уже можно все. Если есть фильтры Петрика, то уже можно делать все. Поэтому любой институт может исследовать любую проблему с любой точки зрения. Потому что если Петрику можно, почему другим нельзя? Ну это понятно. Ты мне скажи, ну а в принципе, вообще, какое твое, скажем так, медицинское изменение? Во-первых, в принципе. Во-первых, в мире проводится огромное количество исследований по поводу того, вредны или не вредны мобильные телефоны. И никто в мире пока корректных исследований не провел. То есть, точных данных о том, насколько вредны мобильные телефоны, нет. Есть разные группы ученых, которые на основании полученных своих результатов декларируют те или иные выводы. Они пока не являются научной истиной. Мы не можем сказать, что одни телефоны вредны, а другие не вредны. Или мы не можем сказать, что все телефоны вредны. Или мы не можем сказать, что все телефоны не вредны. Это пока еще дело постановки корректного эксперимента. Точных данных нет. Но, вот смотри, я много раз это говорил. Вот человек может жить без воды? Не может. Ну, непродолжительное время. Ну, хорошо, да. Значит, непродолжительное время. Означает ли это, что вода полезна всегда и в любом количестве? Ну, да. Если ты у нас завел старую песню, опять же, про Парацельсов. Совершенно верно. Поэтому я говорю, что если мобильные телефоны используются не как средство получения краткой информации, а как средство постоянного общения между людьми, заменяющее нормальное общение... Это уже психологический момент. Нет, не психологический. Мобильные телефоны ничем не отличаются от любой другой вещи. Взятые в излишестве, они вредны. Это я совершенно в этом убежден. Поэтому нужна культура говорения по мобильному телефону. Мобильный телефон не служит для того, чтобы часами болтать с подружкой о том, какой купальник лучший. Мобильные телефоны не служат для того, чтобы сутками говорить с другом о том, в чем секрет книги Джеймса Джойса Улисс. Не для этого мобильные телефоны. Хорошо. А что происходит, если он начинает сутками говорить про нечто? Я уверен, что происходит плохая вещь. Потому что мобильный телефон – источник определенных излучений. Эти излучения не принесут никакого вреда, если они попадают в кавычках на ткань нашего мозга в каком-то мизерном определенном количестве. В каком точно, я сказать не могу. Но я совершенно убежден, что если говорить по мобильному телефону очень долго, очень часто, каждый день, эти излучения, эти волны, если хотите, нанесут вред здоровью человека. Причем, чем человек моложе, тем сильнее будет вред. Тут даже ощущенческие есть, когда очень долго говоришь по телефону, он разогревается довольно-таки сильно. И чувствуешь некое... И даже я могу сказать на собственном опыте, не знаю, может это соматически как-то... Я когда-то слишком долго вынужден бывать, говорю, мобильный телефон, у меня просто болит голова. Для примера. Я сам читал историю болезни одного больного, у которого развился артрит вот этого сустава из-за того, что он в день отправлял несметное количество смс. Ты понимаешь? Ну да. Это просто палец двигался слишком много. Теперь представь, если ты к уху, головному мозгу, к височной доле, прикладываешь на долгое время источник излучения. Это не есть хорошо. Поэтому надо понимать, что мобильный телефон – это средство каковременной связи для получения или передачи точной, определенной, сжатой информации. Буду там-то, там-то, тогда-то, встречаемся там-то. Нужно то-то, то-то, то-то. Жди тогда-то и тогда-то. Все. Я же сейчас вижу вокруг просто поразительные вещи вообще. Ну, связь стала дешевая. Я просто вижу, что люди часами болтают по мобильным телефонам. Причем во всякой ерунде. А он что? А она что? А ты ему? А он тебе? Ну, это, конечно, бред. Вот, кстати, психологический фактор этого действия. Я его наблюдал еще в старые добрые времена, когда не было мобильных телефонов, но были телефонные булки. Да, булки. То есть, люди стояли и могли часами висеть на этой трубке. Бывает, выйдешь, так вот, нужно позвонить, стоишь в очереди, и некая девушка или мальчик сидит и звонит, говорит, а что ты на меня обиделась, а почему ты на меня обиделась, а как ты на меня обиделась, и еще что-то такое. И вот они там два часа выясняют, а тебе надо на две минуты. Совершенно верно. У Ильфа и Петрова был прекрасный рассказ о человеке, который перед Новым годом зашел в гастроном купить бутылку вина. И посоветоваться решил, какую бутылку вина покупать. И в магазине был прямо встроен, что называется, стояла будка с телефоном-автоматом. Он стал из магазина говорить, какое вино покупать. Разговор перетек в совершенно чужие темы, да? И он не заметил, как магазин опустел, продавцы ушли и его закрыли. И он встретил Новый год в этом гастрономе один. Ну вот, это, конечно, наверное, анекдот. Но тем не менее, вот я еще раз хочу сказать, безудержное, бесконечное говорение по мобильным телефонам, на мой взгляд, безусловно, вредит здоровью человека. Как именно, мы скоро узнаем. Обязательно. Мне вспомнился рекламный ролик, я не очень люблю пиво, но рекламный ролик одной пивной компании, мне очень понравился, там постоянно слышал такой слоган, надо чаще встречаться. Да, надо чаще встречаться, совершенно верно. Любой предмет, используемый не по назначению, вредит. Любое вещество, используемое сверхмеры, вредит. Но тут, наверное, надо говорить скорее не о том, что вредят какие-то микроизлучения, которых мы не знаем, сколько все-таки психологический фактор. То есть фактор подмены какой-то. Я пока этого не знаю. Я думаю, что в конце концов, помимо чисто психологического вреда, когда нормальное общение человека с человеком заменяется виртуалом, да? Помимо этого, я полагаю, наука обнаружит вредоносное воздействие излучения мобильных телефонов на ткань головного мозга в определенной дозе, в определенном возрасте. Я в этом убежден. Просто нужны корректные исследования, пока их нет. Но они будут. Ну, а если рассуждать, опять же, некой твоей колокольной, именно как специалиста по квантовой медицине, ведь все-таки, даже вот взять твою альфа-ею, она сродни была чем-то тоже же там некое излучение на мозг. Нет, в коем случае. Ну что-то. Мы подавали на мочке ушей крайне слабые токи. Сила тока не превышала 520 микроампер. Кто знает, это совершенно мизерная сила тока, да? Шел белый шум с частотой полгерца. С мизерной силой тока. Это абсолютно безвредное воздействие. Это биофизика. Но получается, значит, и тут безвредное воздействие? Нет, подожди. Биофизика ничего не говорит о том, как действуют радиоволны на мозг человека. Почему она ничего не говорит о том? Потому что пока нет корректных исследований. Воздействие токов любых на ткань человеческого организма еще Николай Тесла установил. И биофизика 300 раз это проверила. Я когда учился на втором курсе медицинского института, мы все токи, все вот по частоте, по силе, по форме сигнала, мы все это раскладывали и видели, как такой, 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 такой ток действует в человеческом организме. Результатом этого является любой физиотерапевтический кабинет в поликлинике. Есть токи УВЧ, токи СВЧ, есть диодинамик, есть амплипульс, да? Это аппараты абсолютно безвредные. И то определенная доза, ты знаешь, да? Нельзя лежать под аппаратом УВЧ двое суток ряду. Да, понимаешь? Так вот, то же самое будет и с мобильным. Это просто мобильный телефон настолько молодая пока штука, что биофизики еще не знают до конца. Получается, смотри, то есть мы можем сюда же в эту же когорту добавить, предположим, и компьютер. Можем. Потому что, неважно, какой у тебя экран, конечно, старые LCD-мониторы, говорится, даже еще старые ламповые мониторы, они более вредны, чем современные. Но и эти вредны. Но и эти вредны. Безусловно? То есть, получается, просто опять же мы вернулись к тому, о чем мы продышим уже, наверное, полгода. То есть мы говорим о том, что все вредно в избытке. Безусловно? Не более того. Конечно. Человек не должен много говорить по мобильному телефону, потому что, во-первых, это психологически вредно, во-вторых, это вредно еще, возможно, вредно физически. Наверняка. Да, наверняка. Наверняка. Я лично убежден, что физический вред будет тоже доказано. Человек не должен много проводить перед экраном компьютера, даже разглядывая наши вот эти вот подкасты. Не должен. Да, то есть он должен посмотреть немного, пойти погулять, поработать. Совершенно верно. И, естественно, у многих работ связанных с компьютером, точно так же, как у людей, кто работает на родниках или работают на заводах, это вынужденный мир. А кто обрекает себя на это добровольно, то есть это, скажем так, добровольная смерть. Безусловно. И зачем это, я не понимаю. Да. То есть, соответственно, подведя некий такой небольшой итог, да, сегодня мы пьем очень полезный вкусный чай, мы сегодня изменились зеленому чаю, мы сегодня пьем вот из таких вот, собственно говоря, не совсем чайных бокалов. Да, глинтвейные такие стаканы, я купил их в Израиле, но мне очень понравилось. Вот, мы пьем оттуда чай Пуэр. Пуэр? Это не реклама. Не-не, это не реклама. Нет, ну почему? Пускай бегут покупать Пуэр. Я не против рекламировать Пуэр, потому что невозможно, это же не марка торговая, это же сорт чая. Ты же не в доле в чайном магазине. Ты знаешь, чайным магазинам плевать, потому что это же сорт чая. Отлично. Это получается, все рекламируют, все чайные магазины. Отлично. Будь ты слесарь или сэр, пей, товарищ, чай Пуэр. Он, правда, Пуэр, ничего. Ну, Пуэр, да. Поэтому, заканчивая, наверное, вот небольшой наш сегодняшний такой диалог про мобильный телефон, и мы им ничего не сказали, получается. Абсолютно. Они сами это знали. Ну, просто людям важно, чтобы со стороны иногда не слышали. Знаешь, я в случае вспомнил, нет, не там, здесь, не там ничего. Я вспомнил, знаешь, какую вещь? Там же тоже в комментах один из людей привел ссылочку по поводу того, что в институте как раз радиоэлектроники, одном из институтов, собираются проводить некое какое-то несовещание, симпозиум. А, я читал, полевые торсионные поля, полевое воздействие, информационно-энергетическая составляющая. Это совсем другая тема, но очень интересная. Ну, очень интересная тема тоже, как сращивание парапсихологии и радиоэлектроники. Я читал там гневную отповедь, что это все антинаучно. Вот мне кажется, вот я могу сказать, мне кажется, что здесь происходит смешение теплого и твердого. Нельзя подходить с точки зрения научной истины к тем вещам, которые наукой не являются. Вот разговоры о парапсихологии, разговоры об информационно-энергетическом воздействии, это не наука, это метафизика. И не надо ученым обижаться на метафизиков. А метафизикам не надо лезть в науку. Это вещи разные. Вот если когда-нибудь случится прорыв, и метафизические истины будут доказаны научными средствами, или наоборот, метафизичность науки будет доказана средствами метафизики, тогда мы поймем, что мы просто одно и то же яблоко рассматривали с разных сторон. А пока это два яблока. Поэтому вот я не обрушивался бы с гневными отповедями, другое дело, когда, скажем, начиная метафизические разговоры, тот же господин Петрик подводит под них научную базу и выдает дорогостоящий продукт. Вот этого... В данном случае мне как раз это очень сильно напоминает алхимию. Вот это некого такого... Совершенно верно. Ты ищи философский камень на свои деньги. Сам. На здоровье. Но не выдавай какашку птичью, которую ты нашел, за философский камень. Здесь важно четко совершенно. Если ты метафизик, ты должен быть бессребренником. Или ты берешь деньги с таких же метафизиков, как ты. Вот хотят метафизики слушать твою лекцию. Информационно-энергетическое воздействие хвоста сиамской кошки на энергетические подуровни человеческого мозга. Нет. Но такая лекция может быть? Может. И собралось 400 человек. Пожалуйста. Ради бога. Но не надо это выдавать за научную истину. А ученым, соответственно, не надо кричать о лже-науке. Это не наука. Люди собрались поговорить о своих метафизических вещах. Ну, на здоровье. Но вот тут подмена не должна быть, да, потому что метафизики все, ну не все, не все, но многие, они когда хотят продать товар, они начинают писать. Учеными доказано. Вот это категорически делать нельзя. Хотите продавать? Продавайте метафизически настроенным людям. Не лезьте с этим делом в науку. Все. Примерно иначе получится то же самое, что получилось у господина Задорнова, когда он пытался свои теории русского языка внести в институт русского языка. Вот именно. Пока это была хохма, это было нормально. Это был его взгляд на вещи. Он утверждал, что все английские слова происходят от русских. Но это хорошо. Это была задорновистика. Это была его наука. Не то же, но очень много товарищей, которые... Ну, вот это вот глупости. Ну, неважно. Я не могу говорить, глупость, умность. У них была теория. Пока они не попытались провести на научный уровень, их как-то никто не трогал. А сейчас они пустились, как говорится, уже в некий такой шаманский пляс, и все на них показывают пальцами. Так нет, я говорю, глупости в чем? Когда они свои теории пытаются внедрить в научное сообщество. Вот это глупость. И вот теперь я хочу объединить, собственно говоря, две вроде эти совершенно разные темы. Получается, что вот некий институт радиоэлектроники у нас сейчас, пытаясь подвести вот эти вот какие-то шаманские теории по вредам мобильных телефонов, пытаются вот этим за науку. Не имеют права. Да, получается, о чем мы только что говорили. Это получается, как задорно, с толстым языком. Безусловно. Безобразие полное. Вы хотите провести семинар о воздействии мобильных телефонов на торсионные поля головного мозга. Ну, проводите семинар. Но не выдавайте это за научные истины. Это не наука. Это метафизика. Это к физике отношения не имеет. И не имея специальных средств для определения вредности или полезности чего бы то ни было. Нет, у них-то есть как раз средства, Андрюша. У них рамка. Вот эта рамка, знаешь, да? Он подносит к мобильному телефону рамку, она начинает бешено вертеть. А, у нас это очень забавное средство. У них есть средство. Да. Но крутите рамки в своем кругу. Обменивайтесь деньгами, открытиями, информацией. Учредите свою премию. Гнобелевскую премию. Значит, крутите рамки, я вспомнил сразу старое одесское выражение. Крутите яйца кому-нибудь другому. Крутите яйца кому-нибудь другому. Себе, например. Не надо невинным ни в чем людям крутить яйца против часовой стрелки. А по часовой мы все сказали. Выпьем пуэро за ваше здоровье. И мы оставляем вас с любовью. Это будет плохая рифма. Ну ладно. Будьте счастливы. До скорой встречи в эфире. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.